Более двух тысяч российских школьников приняли участие в новом творческом онлайн-кэмпе, который проходил во время новогодних каникул. География участников впечатляет. Интерактивный детский лагерь собрал ребят из 29 регионов страны. Необычный формат организовала компания МТС на платформе благотворительного творческого проекта «Поколение». Школьники смогли принять участие в виртуальных мастер-классах. Каждый день каникул в телеграм-канале они изучали одно из современных творческих направлений. Контент-мейкинг, журналистику, вокал, хореографию, музыку и фотографию. Ну а также выполняли конкурсные задания. В МТС традиционно сильно волонтерское движение. И в этом году мы с теплотой представили наши новогодние активности для тысячи российских детей в регионах страны. Мы не только стараемся дарить ребятам праздник, но и также стимулируем развитие талантов, воображения, фантазии. Предлагаем ребятам развивать свои творческие способности в цифровом среде. Учим их полезным для их будущей самореализации навыкам. А я знаю вот эту первую девушку, которая была на первых кадрах. Это Настя Кош, между прочим. Программа онлайн-кэмпа построена таким образом, чтобы современным школьникам было интересно и комфортно. Ребята получали креативные задания от звездных наставников по всем направлениям. От журналистики до фотографии. Выполнять их можно в любом месяце. Нужно только желание и доступ к интернету в смартфоне. НТС подвели итоги, выбрали победителя. Они получили поездки на шоу, любимых исполнителей и другие ценные призы. НТС также поддержала благотворительную инициативу «Новогоднее чудо», организованную благотворительным фондом «Система» совместно с фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Проект помогает воспитанникам социальных учреждений подготовиться к выпускным и вступительным экзаменам поступить в образовательные учреждения, получить профессию. В рамках новогодней акции собрано около 600 тысяч рублей пожертвований. Эти средства превратятся в более чем 800 часов индивидуальных занятий с преподавателями. Это поможет восполнить академические пробелы и подготовиться к сдаче экзаменов.